Компания Honda редко балует своих поклонников новинками, тем не менее периодически заявлять о себе надо. И поэтому в Подмосковье прошла презентация целого модельного ряда компаний. И здесь кое-что свеженькое все-таки показали. Основная наша задача сегодня в ходе сегодняшнего тест-драйва – это показать наши автомобили повышенной вместимости и проходимости. И вторая наша задача – это удивить вас теми возможностями, которые обладают эти автомобили. Наверное, многие из вас не ожидают тех параметров или тех возможностей, которые реально могут наши автомобили показать. Сегодня с нами три автомобиля – это Honda Pilot, Honda CrossTour и CR-V. Лучший способ культурно обогатиться. Автомобильный туризм по чеховским местам. Усадьба Меликова. Линейка полноприводных автомобилей Honda. Нет повода для новостей, но есть место для обновлений. Квадроциклы огламуриваются. Японская компания делает покорение бездорожья комфортнее. Строим карьеру вместе. Ягуар Лендровер открыл в столице новый учебный центр для своих специалистов, а также сотрудников гилерских предприятий. Создание Академии Ягуар Лендровер стало важным шагом на пути к воплощению в жизнь, принятым в прошлом году, стратегией ускорения. В рамках нашей стратегии ускорения мы планируем увеличить дилерскую сеть с 45 до 80 центров по всей России. А это значит, что нам понадобится существенно большее число квалифицированных специалистов, чем мы имеем сейчас. Открытие нового тренинг-центра позволит увеличить количество обучающихся в 4 раза и в дальнейшем будет постоянно способствовать повышению уровня квалификации сотрудников дилерских центров. А как следствие, марки Ягуар и Лендровер станут еще более привлекательны для клиентов. Сезон Баварии в Москве. Комплекс легенда цветного ровно на 60 дней станет домом для лаунж-зоны BMW 7 Studio. Безусловно, можно сказать, это часть нашей стратегии. В Европе ни у одной марки нет ничего подобного. Дело в том, что это не шоу-рум, а настоящее место встречи всех прогрессивных жителей столичного мегаполиса. Также здесь в антураже роскоши и комфорта достойных флагманской модели марки пройдет целая серия выставок, кинопоказов и музыкальных вечеров. Гостей ожидают даже мастер-классы от известных шеф-поваров и, помимо всего, премьера новой М6. Ну а завершит эти два месяца единение с духом баварских моторов грандиозное празднование 95-го юбилея марки по всему миру. И, конечно, Москва не станет исключением. Центром событий будет BMW 7 Studio. Инновации в действии. На солнечном побережье Пальма-де-Майорки компания Audi представила в действии новое поколение хэтчбека А3. В сравнении с двумя предыдущими трешками новинка сумела продвинуться по технологической лестнице далеко вперед. Причем можно смело заявить, что такое количество различных систем, призванных облегчить жизнь водителю, предлагается в данном сегменте впервые. Адаптивный круиз-контроль, функция распознавания знаков, система активной безопасности при сейфе – вот далеко не полный список опций, доступных для новой Audi A3. Но главной изюминкой автомобиля стоит признать – новый турбомотор объемом 1,4 литра, способный отключать два из своих четырех цилиндров. В результате и без того экономичный двигатель стал еще бережливее. На российском рынке новинка появится уже в следующем году. Но вот ее цена пока еще не определена. Страховая компания «Согласие» и компания «Ёавто» договорились о создании линейки новых страховых продуктов «Ёполис. Особая серия». Соответствующий меморандум подписали генеральный директор СК «Согласие» Эльнур Цулейманов и генеральный директор «Ёавто» Андрей Бирюков. Если ты хочешь подвинуться на несколько ступенек в сложной конкурентной среде, то нужно совершать нестандартные и иные действия. Я считаю, что невзирая на то, что есть совместное владение с «Согласием» Прохорова и ее мобилем, реальные все решения принимались не на уровне акционеров, а на уровне менеджеров. И это решение, на мой взгляд, правильное. И я очень рад, что именно «Согласие» решилось на такой шаг. Любой страховщик хотел бы в качестве партнера видеть именно прогрессивную. То есть всегда все, и человечество, и бизнес тянется к тому, что развивается, что движется, зачем будущее. Мы видим абсолютно светлое будущее для компании «Согласие» и для компании «Ё». Наверное, это было абсолютно логично, что мы объединились. Обладатели полисов особой серии получат ряд уникальных инструментов, с помощью которых любой страховой случай будет оперативно и четко урегулирован. При этом новые страховые продукты рассчитаны на комплексное страхование. То есть страхование не только автомобилей, но также имущества и здоровья. Для «Ё-Авто» это первый шаг в расширении гаммы продуктов под брендом «Ё». А теперь вернемся к нашей программе. Дабы продемонстрировать все прелести автомобилей «Хонда», организаторы предложили маршрут. Причем тематический, по чеховским местам. И первое, на чем довелось ехать, это «Хонда Кросс Тур». Автомобиль, конечно, не новый, но выбирать не приходится. Если говорить совсем грубо, то «Кросс Тур» – это «Хонда Аккорд» для американского рынка в кузове «Хэтчбэк». Внешность у машины весьма своеобразная. Если спереди автомобиль смотрится более или менее гармонично, то проблема начинается уже с профиля. Корма получилась уж слишком тяжеловесной. Пропорции кузова не дают однозначного ответа. Что перед нами – хэтчбэк повышенной проходимости, либо недокроссовер. Однако, как показывает практика, отечественный покупатель любит такие нестандартные автомобили. Тем более, родом из-за океана. По сути дела, интерьер «Кросс Тура» позаимствован у американского «Аккорда». Здесь практически все то же самое, разве что изменены кое-какие органы управления. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это интерьер «Хонда». Об этом говорят уже привычные по другим моделям органы управления, стандартный привычный руль. И, конечно же, классическая для «Хонды» черно-белая подсветка приборов и жидкокристаллических дисплеев. Каких-то нареканий особых нет. Все достаточно добротно, приятно. Здесь хорошие материалы, хорошая подгонка деталей. На мой взгляд, конечно, вот такие деревянные вставки, они все-таки лишние. Я бы здесь сделал, наверное, все-таки вставки из алюминия. Но дело в том, что та аудитория покупателей, на которой рассчитан «Кросс Тур», скорее всего, отдадут предпочтение именно дереву. Не стоит забывать про стоимость автомобиля. С точки зрения эргономики здесь тоже все вроде бы без нареканий. Довольно-таки большое количество кармашков, всевозможных подстаканников, отсеков для мелочей, каких-то ниш. В общем, в длительном путешествии в любом случае будет куда разместить поклажу, которая, как правило, в длинном путешествии накапливается. Сидения, разумеется, как и полагается в американском автомобиле, здесь кожаные. Но, слава богу, они здесь не бесформенные. Все-таки не стоит забывать о том, что «Хонда» – это автомобили со спортивным характером. Поэтому здесь есть более-менее неплохая боковая поддержка, довольно-таки удобный профиль. Сами кресла, разумеется, оснащены электроприводом, и регулировки осуществляются в достаточно большом диапазоне. Теперь давайте заглянем назад, посмотрим, каково задним пассажирам. Ведь это машина все-таки «Д-класса», и причем с серьезной заявкой на победу. Ну, а сзади полноценный бизнес-класс, или даже, наверное, первый класс. Диван очень мягкий, комфортный, отформован для двоих. Впрочем, третьему человеку здесь явно делать нечего, поскольку есть большой центральный тоннель. Машина все-таки полноприводная. В качестве оснащения задних мест есть персональные дефлекторы обдува системы вентиляции, пепельницы, подогрев обоих кресел, и, разумеется, центральный подлокотник с двумя подстаканниками. В общем, запаса места здесь вполне хватает, довольно просторно, уютно, комфортно. Причем немалая заслуга в этом того, что автомобиль все-таки хэтчбэк, а значит, и багажник у него должен быть большой. Давайте убедимся в этом. Как правило, автомобили такого класса не блещут практичностью, но кросс-тур совсем другое дело. За счет того, что это хэтчбэк, здесь багажник просто огромный, несмотря на то, что здесь нашлось место даже для сабвуфера. Большая площадь, есть боковые отсеки для всевозможных мелочей, центральный отсек открывается, и здесь есть интересное такое решение в виде вот такого огромного поддона. То есть, в принципе, как говорится, если поехали на дачу, набрали яблок, нет проблем с тарой для них. Точно так же он закрывается. Ну и, разумеется, если сложить сиденье, а для этого достаточно дернуть всего лишь ручку, то в вашем распоряжении есть просто огромный грузовой отсек, куда можно запихнуть какой-то длинномер. Я думаю, сюда даже небольшой холодильник влезет. Ну, я думаю, хватит говорить о машине, пора ехать. Нас уже все заждались, тем более, что все остальные участники уже уехали. Чтобы не было скучно, организаторы предложили своего рода викторину, причем мобильную. На телефон приходили разного рода задания, ответить на которые можно было, либо идеально зная биографию Чехова, либо посетив его музей, куда мы, собственно говоря, сейчас и направляемся. Музей Мелихова основан в 1940 году при участии сестры Чехова Марии Павловны и его племянника Сергея Михайловича, а первым его директором стал Петр Николаевич Соловьев. Собрание музея в Мелихове насчитывает более 25 тысяч экспонатов. Богат музейный фонд изобразительных материалов, в котором представлены произведения Левитана, Поленова и Браза. Интереснейший его раздел – творческое наследие художников из семьи Чеховых. Коллекция фотографий, хранящиеся в музее-заповеднике – это история жизни Мелиховского дома. Это подлинная галерея портретов Чехова и людей, близких писателю в его литературной, театральной и общественной деятельности. Мы с вами находимся на территории усадьбы Чеховской. Антон Павлович приезжает сюда, в Мелихово, в 1892 году, 4 марта, с семьей. Чехов купил это имение за 13 тысяч рублей. По тем временам это была баснословная сумма. Причем своих денег у Антона Павловича было только 7 тысяч. Остальное пришлось занимать. Общая площадь поместья составляла 213 десятин, из которых около 150 представляли собой леса и пашни. Здесь мы с вами видим главный усадебный дом, там, где прожил писатель, доктор, общественный деятель Чехов со своей семьей 7 лет. Здесь, в Мельховский период, Чехов создал 42 произведения. На момент покупки усадьба находилась не в самом лучшем состоянии. Дом был обветшавший, хозяйственных построек было немного. Однако Чехов не стал придавать этому особого внимания. И постепенно усадьба приводилась в порядок силами всего семейства. Чехов скажет, пруд аквариум с карасями и линями, так что рыбу можно видеть прямо из окон дома. Пруд достался от старых хозяев. Однако, как и дом, находился в плохом состоянии. Он был очищен, углублен и расширен. Как говорил сам Антон Павлович, они стали первыми жителями усадьбы. В апреле 1894 года Чехов обращается к своему постоянному адресату Алексею Сергеевичу Суворину. Пишет, начинаю строить хорошенький флигель. И буквально через полтора-два месяца восторгом сообщает, флигель вышел у меня мал, но изумителен. Плотники взяли за работу 125 рублей, а устроили игрушку, за которую мне на выставке выдали 500. И действительно, скачный теремок. И занимает он всего-навсего 20 квадратных метров жилой площади. Небольшая прихожая, холодная сеня, где в летнее время Чехов принимал больных, спальня и его рабочий кабинет. На данный момент это самая старая и хорошо сохранившаяся оригинальная постройка в усадьбе. В зимнее время флигель закрыт для посетителей, но летом, когда это позволяет температурный режим и влажность, его открывают для экскурсантов. На флигеле вывезли флагштук. Флаг, который на нем развивался, был средством того, что Чехов дома. И каждый, кому необходимо здесь было побывать, приходил в гости к Чехову. Прекрасно мы с вами понимаем, что люди ведь не просто так приходили. Кто с просьбой, кто с мольбой. И Антон Павлович не мог отказать человеку, пришедшему к нему, в его просьбе. А ведь часто ему самому было не очень хорошо, человек был серьезно болен. Главное здание – это дом, где непосредственно жила семья Чеховых. На самом деле это новодел. На момент открытия музея на его месте были лишь остатки фундамента, через которые проходила дорога. Но в 50-х годах дом был восстановлен по сохранившимся чертежам и переписке Антона Павловича. В доме находятся 8 комнат. Творческая лаборатория первая комната. Кабинет Антона Павловича, что называется, святая святых. Гостиная, где часто бывало столько народу. Комната Марии Павловны. Комната, следующая, имеющая множество названий. Проходная, пушкинская, итальянская, венецианская, витражная и так далее. В спальне Антона Павловича. Половина родительская, где находятся комнаты отца Павла Егоровича. Комната мамы и столовая. Вот все, что мы с вами можем увидеть в доме. Экспозиция музея организована таким образом, что с интересными фактами из жизни писателя здесь связано все, что вы можете увидеть на территории. На углу дома вы увидите огромные деревья. Берлинские тополя. Они были посажены отцом Антона Павловича Павловым Горычем Чеховым. Буквально за 5 дней до его смерти. С ними связана интересная история. После суровой зимы 78-79 годов эти деревья начали чахнуть. Для определения причины были вызваны специалисты из Москвы. Диагноз был неутешительный. У них рак. Да-да, у деревьев тоже такое бывает. Но, слава богу, этих великанов никто спиливать не стал. И каково же было удивление персонала музея, когда эти красавцы уже следующим летом зацвели с новой силой. И прекрасно чувствуют себя и по сей день. Кухня – самый главный предмет. Конечно, стол, за которым кушали, за ним же готовили. Увидим самовары, разный предмет крестьянского быта, посуду совершенно разнообразную, плетёные приспособления. Возле печи корыто разных размеров, лопаты. Конечно, всегда, как и все же время, выпекали хлеб, пироги. Ну а в качестве отдельной программы экскурсантам предлагают посетить святая святых Мельховской усадьбы – амбулаторию, где работал Антон Павлович. На этой карте московской губернии Чеховского времени вы увидите все населённые пункты, тогда входящие в Чеховский участок. В одном из писем Антон Павлович так и напишет, что у меня на участке 25 деревень, 4 фабрики, монастырь Давидова пустыня. Утром приёмка больных, разъезды, езжу, читаю лекции, лечу, лечу и свержусь. Свержусь, так как землестра на организацию пунктов не давала ни копейки. Клянчу то одно, то другое у багатых людей. Рядышком, конечно, приёмная доктора или фельдшера. Мы с вами увидим медицинский столик. И самые необходимые предметы, орудия труда, писатели доктора, чернильница, деревянная ручка, аптекарские весы, регистрационный журнал для пациентов, рецепты, выписанные рукой доктора Чехова. И медицинские инструменты среди этих предметов. Стетоскоп, докторский молоточек, миниатюрный кабинет процедурный, рядом, буквально с приёмной, кружка эсмарха, клизма. Она необходима не только при лечении профилактики заболеваний, инфекционных, в том числе и холер, многих других болезней. Чехов пишет, огромный участок холера на носу. На участке ни одного термометра. Полфунта карбоновой кислоты для дезинфекции и одна кружка эсмарха. И так землестра практически не помогала. И вот так врачи, коллеги друг друг, кто чем, кто хозериментарём, кто лекарственными препаратами, кто инструментариям помогали друг другу, чтобы разрешить эту проблему. Кстати, не стоит забывать, что компания «Хонда» производит и мототехнику. Ну, кто не знает квадроциклы «Хонда»? Ну, а для тех, кто не в курсе, сейчас всё покажем. Поехали! Ну, а победителям, конечно же, достался приз. И логично предположить, что это книжка. Собрание сочинений Антона Павловича Чехова. Ну, вот, теперь у меня будет хотя бы одна книга. Линейка полноприводных автомобилей «Хонда». Нет повода для новостей, но есть место для обновлений. Квадроциклы огламуриваются. Японская компания делает покорение бездорожья комфортнее. На данной презентации японцы привезли всего две модели. 420-кубовую и 500-кубовую. 600-кубовую версию почему-то не стали показывать, не знаю почему. Казалось бы, тоже модели это не особо новые. И, как бы, особо говорить о ней не приходится. Тут дело в комплектациях. Но если мы говорим об автомобиле, то комплектация это не очень серьёзный повод. То в случае с квадроциклами это действительно повод похвастаться и поговорить об этом. Во-первых, на эту модель квадроциклов стали устанавливать электрический усилитель руля. Да-да-да, так же, как на автомобиле. Потому что те, кто хоть когда-нибудь ездил на квадроциклах, знают о том, что не всегда представляется возможным довольно-таки комфортно повернуть роли, особенно в тяжёлых внедорожных условиях. Это, во-первых. Ну и вторая новость, собственно говоря, заключается в том, что теперь здесь доступна и модификация с механической коробкой передач. Соответственно, для тех людей, которые готовы сэкономить на собственном комфорте, на собственной лени. Потому что реальная выгода получается довольно ощутимая. На фоне средних 400 тысяч рублей за квадроцикл Yamaha выгодать можно около 40 тысяч рублей. Поэтому японцы этим и хвастаются. Говорят, что нам за счёт применения механической коробки передач удалось снизить базовую стоимость модели, соответственно, расширить круг покупателей. И за счёт применения электроусилителя руля опять же удалось расширить, потому что повысился также и потолок. Плюс к этому сразу хочу сказать, что механическая коробка передач это не такая же страшная вещь, поскольку в данном случае она как бы полуавтоматическая. То есть здесь нет сцепления, не нужно постоянно многократно оперировать руками и ногами. Достаточно делать это только при помощи ног, соответственно, переключать передачи. Всё остальное делает за вас специальные механизмы, приводы, которые отвечают за выжим сцепления. Поэтому это не такая уж большая трата, учитывая, что есть возможность сэкономить приличные деньги. Но в остальном, Хонда есть Хонда. Едем дальше. Возвращаемся к кросс-туру. В движении кросс-тур классический, типичный американец. То есть это машина с большим двигателем, не самым расторопным автоматом, и большой массой, разумеется, и очень в валке. Дело в том, что для потенциального потребителя этой машины прежде всего важен комфорт при передвижении на большие расстояния. И с этой задачей кросс-тур справляется на пятерку с плюсом. Но если говорить о том, чтобы получить удовольствие от вождения по извилистым дорожкам на больших скоростях, то это, конечно, уже не про кросс-тур. Кросс-тур – автомобиль полноприводный. Плюс к этому слово «кросс» в его названии подразумевает некую способность к преодолению бездорожья. С одной стороны, это так, с другой стороны, не совсем. Дело в том, что дорожный просвет около 20 см, в принципе, цифра по современным меркам для легкого автомобиля большая. Это практически кроссовер. Но, с другой стороны, у кросс-тур очень большая колея, очень большая длина базы, поэтому геометрическая проходимость сама по себе не очень высокая. Особенно, если обратить внимание на передние и задние свесы. Так что полный привод, разумеется, здесь предназначен в первую очередь для хорошей управляемости, для отличного поведения на дороге, в том числе на скользкой. И, разумеется, полный привод от компании «Хонда» очередной раз подтверждает, что именно для этого он и предназначен. Опять же, справляется он со своими задачами на пятерку. А в общем, можно сказать, что кросс-тур – автомобиль приятный, комфортный, но не драйверский. В принципе, кому-то это даже нравится. Но что-то мы слишком много отвели время кросс-туру. Как я уже говорил, на данной презентации было представлено целых три модели. И, пожалуй, самой яркой новинкой был всё-таки не кросс-тур. «Хонда Пилот» – это, пожалуй, единственная модель, которая была показана на презентации и действительно имела хоть что-то новое. Внешние изменения несут лёгкий эволюционный характер. Отличие от предыдущей модели заметит лишь явный фанат – решётка радиатора, бамперы и колёсные диски. Классический пример стандартного рестайлинга. На «Пилот» устанавливается всё тот же 3,5-литровый двигатель мощностью 249 лошадиных сил. Только в этот раз он стал более экологичным и более экономичным за счёт применения новых материалов и снижения трения между деталями. Ездовые впечатления от «Пилота» также изменились незначительно. Тот же двигатель едет всё так же. Уверенно, плавно, но без искорки. Зато теперь получится хоть немного сэкономить на топливе. Разгонная динамика обычная. Вполне достаточная, но не более того. Удивить кого-то красивым стартом со светофора вряд ли удастся. Да и, в принципе, лихачить на «Пилоте» не особо хочется. Подвеска, как и полагается американцу, валкая. И, как и раньше, больше располагает комфортным и неспешным путешествием, нежели драйверским утехом. Одним словом, американец. Но это даже неплохо. Как я уже говорил, наш покупатель любит такие машины. Интерьер «Пилота» изменился незначительно. Здесь в глаза бросается лишь обновленная центральная консоль. Немножко другое управление климатом, магнитолой. В остальном это все тот же нарочито брутальный интерьер с твердым пластиком, незамысловатым, так скажем, дизайном, но зато весьма эргономичным. Здесь огромное количество полочек, крепежей, всевозможных ниш для мелочей. В общем, настоящий американский автомобиль. Американцы это любят. Даже в дверях здесь не один кармашек, а двухуровневый. Правда, бардачок не очень большой, это немножко удивляет. Но зато над ним есть разделенная на три секции полочка. Центральный тоннель имеет вот такой огромный стол, который сдвигается, и здесь открывается огромная ниша с двумя подстаканниками. И сюда смело можно разместить что угодно, учитывая, что перегородки в этом отсеке убираются. Также ниши есть и в подлокотнике, здесь же 12-вольтовая розетка и разъем AUX для мультимедиа-системы. В остальном все то же самое, практически ничего не поменялось. Также селектор находится на приливе центральной консоли. Довольно-таки замысловатые, но стильные приборы, которые хорошо, кстати, читаются, несмотря на то, что имеют белую подсветку. Что касается той навигации, которая здесь установлена, это уже хорошо знакомая и по другим моделям Honda навигационная система. Единственный ее минус – это, мягко говоря, не самая лучшая графика. Складывается такое ощущение, что дисплей взят с автомобиля конца 90-х годов. В автомобиле за такие деньги хотелось бы увидеть что-то более высококачественное. Но, опять же повторюсь, дело в том, что подобное разрешение экрана, впрочем, как и исполнение салона и материала, из которого он сделан, это такие вещи, на которые американцы, как правило, не обращают внимания. Теперь давайте переместимся на задний ряд. Да, задний ряд у пилота действительно прекрасен. Здесь очень много места. Запаса пространства хватает везде. В общем, полноценный такой бизнес-класс. В дверях есть аж по два подстаканника. Один большой, другой маленький. Есть вот такие атрибуты, как я уже говорил, бизнес-классы. Это шторки на стеклах. Есть персональный блок управления климат-контролем. Розетка на 12 вольт, подогрев сидений, персональные дефлекторы обдува. В общем, все, что нужно для комфортной езды на дальние расстояния. Сидения по частям двигаются вперед-назад, таким образом высвобождая место для либо багажника, либо третьего ряда сидений. Да-да, японцы уверяют, что пилот – это восьмиместный автомобиль. В чем я предлагаю убедиться, ну, либо опровергнуть эту теорию. Основная проблема подобных автомобилей – это именно доступ на третий ряд сидений. Давайте посмотрим, каково забираться туда в пилоте. Как видите, сиденье не только откидывается, но и отъезжает вперед. Ну, теперь пробуем сюда забраться. На удивление, забираться сюда не так уж сложно. Но, правда, не знаю, каких людей имели в виду японцы, когда говорили, что пилот – это автомобиль восьмиместный. Видимо, непосредственно японцев они имели в виду. Но, учитывая, что комплекция у меня все-таки больше похожа на американскую, место здесь находится… Место здесь найдется только для двух пассажиров. Но, при этом, стоит заметить, что здесь не так уж тесно. И ехать здесь можно даже на сравнительно большие расстояния. Плюс к этому, как я уже говорил, второй ряд двигается вперед-назад. Когда мы говорим о том, что автомобиль вмещает большое количество людей, как правило, практически не остается места для багажа. Поэтому предлагаю заглянуть в багажник и посмотреть, что от него осталось. О, Господи, теперь вылезти отсюда. Как и полагается большому американскому автомобилю, пилот имеет вполне вместительный багажник. Даже учитывая то, что сейчас разложен третий ряд сидений. А здесь имеется своеобразное подполье, где можно хранить инструменты и прочую утварь. Запаска хранится пилот-багажником снаружи. Это не всегда удобно в бездорожье, но что делать? Есть боковые отсеки, крючочки и, конечно же, питание 12 вольт. Дверь багажника оснащена электроприводом, но вот что странно. Дело в том, что при помощи электромотора ее можно только опустить. Поднять же ее можно только вручную. Но зато есть такая приятная мелочь. Открывающаяся окошко. Например, в супермаркете нет необходимости. На парковке супермаркета нет необходимости открывать всю дверь, а пакеты можно грузить через окно. Но, разумеется, если сложить все-таки третий ряд сидений, то багажник становится просто огромным, причем с идеально ровным полом. Я уж не говорю про то, что получится, если сложить и второй ряд сидений. В общем, единственный минус этого багажника – только отсутствие полноценного электропривода задней двери. Третьей моделью, которую продемонстрировали в ходе тест-драйва, стал CR-V. Причем даже не рестайлинговой, а просто в новой комплектации. Логично, ведь вот-вот к нам приедет новое поколение этого кроссовера. Обновление коснулось интерьера. Порой появилась отделка алькантара, появились паратроники на всех комплектациях, появились обновленные диски, тонировка. Вот такие вещи, которые добавляют, скажем так, наверное, меньше практичности, а больше эмоций. Вот именно третий аспект, о котором мы говорили. Но мы подумали и о рациональной составляющей. Начиная с 15 марта, мы предлагаем специальные условия по страхованию Honda CR-V с процентной ставкой по КАСКО 3,9%. Вот, в общем-то, и все. Пока что Хонде особо похвастаться нечем. Компания пережила серьезные проблемы, связанные с катастрофой на Фокусиме. Но вроде как дела налаживаются. После августовского автосалона в Москве поводов для оптимизма и тест-драйвов должно поприбавиться. Мы в ближайшее время планируем обновить модельный ряд Аккорда. Мы планируем обновить модельный ряд CR-V. И также изменится Кросс-Тур. И мы ожидаем серьезных изменений в плане доступности автомобиля. Мы не хотим раскрывать все карты, как будут обновляться наши автомобили. Но, опять же, приглашу вас на модельный автосалон, где мы раскроем, так сказать, завесу тайны над тем, что вообще будет с Хонде происходить в ближайшие два года. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok